Первоначальный проект не был согласован с Росдисцептом и использованием. Новый директор проекта будет полностью поддыхаться с учетом всех использований. Да, был мотороподлюдной, я их отстранил от работы, теперь занимается объектом новик Фарфа Михайловича. Поэтому усилили булькировку. Когда мы сдадим цирку? Цирк мы на сегодняшний день с заказчиком проговорили. Цирк мы рассматриваем возможность сдать в июле месяца следующего года. В июле следующего года он будет передан пользователю для проведения узконавалочных работ, подготовки проведения СНС. Первый сентября. Это первый сентября. В принципе, к открытию дню города Соратова. Тогда вопрос. А вот по тому контракту, который у нас сейчас есть, существует, вы все виды работы выполните? То, что есть уже, и до срока конца декабря? До 20 декабря. Мы можем сделать те виды работ, которые будут стыковаться с будущими работами. Потому что у нас есть по многим этапам чистовая отделка, нет подготовки. Вопрос в том, что по существующему контракту он выполнит практически те работы, которые позволят эти работы закрыть и запроцентовать. Но выполнение этих работ не позволит, как прицепт. Поэтому требуется корректировка этого проекта. Контракт, который у него сейчас заключен, он будет действовать до тех пор, пока не выйдет из глав госэкспертизы заключение по корректировке проекта. Выяснилось в ходе работы о том, что проект, который был разработан 4 года назад по реставрации с приспособлением Саратовского цирка, морально устарел. И не отражает современных требований к вопросам, в первую очередь, безопасности пожарной и технологической. И, соответственно, требует своей корректировки. Поэтому тот контракт, который был заключен с подрядчиком, который сейчас выполняет работу на объекте, он продолжает действовать. Но при этом будет производиться корректировка проекта с учетом всех современных требований, связанных с безопасностью как зрителей, так и самих артистов при посещении цирка. Будут разработаны специальные технические условия по пожарной безопасности. Они потребуют выполнения, которые не отражены в этом контракте. Нам придется дополнительно проводить закупку на выполнение этих работ. Будут проведены в процессе корректировки также учтены требования по технологии, которые необходимы цирку для проведения постановочных мероприятий. А также реализованные мероприятия по безопасности самих артистов. Это крепление крюков, крепление лебедок, крепление тросов. То, что необходимо сделать для того, чтобы не допустить никаких нечастных случаев. Поэтому корректировка проекта будет выполняться подрядчиком, который в настоящее время выполняет работу. Он в этом году максимально будет выполнять работу по финишной отделке, частовой отделке помещений. А те работы, про которые я сказал, которые касаются безопасности, они будут выполняться в следующем году. И мы планируем, что эти работы должны быть все завершены до 1 сентября следующего года. А с чем связан этот устаревший проект? В каком году он был? К сожалению, проект был сделан в 2015 году. И с того времени поменялись требования. В первую очередь, требования по пожарной безопасности. Вы знаете, что в нашей стране произошли неприятные истории, связанные с пожарными, в торговых центрах, в театрах. Поэтому сейчас требования ужесточились. И, соответственно, мы эти требования должны учесть, чтобы не допустить таких неприятных инцидентов в новом отреставрированном цепке. Поэтому все должно быть безопасно, все должно быть четко, сделано так, чтобы люди себя чувствовали здесь не только комфортно, но и безопасно. А подрядчик уже другой будет идти работать? Подрядчик будет выполнять работу этот же, до тех пор, пока он не выполнит контракт. Значит, он с объекта не уйдет. И у него есть обязательства. В случае невыполнения своих работ, ему будут предъявлены серьезнейшие штрафные санкции. Поэтому он об этом знает и четко понимает, что свои обязательства он должен выполнить полный. Поэтому нам бы хотелось, конечно, извиниться за то, что изменились требования, но не мы в этом виноваты. Поэтому мы обязаны руководствоваться тем, чтобы обеспечить нормальную, безопасную эксплуатацию цепка, чтобы люди, находящиеся в нем, были защищены от возможных неприятностей. И, соответственно, поэтому немножко сроки сдвигаются. Но я считаю, что это оптимальный срок. И до 1 сентября следующего года все эти работы будут завершены. Когда контур не изменится, то есть купола будет как-то меняться внешне? Что-то такое лицо? Цирк в Саратовске является памятником охраны культурного наследия. Поэтому здесь все работы, которые проводятся, они проводятся без изменения геометрии. Будут соблюдены все требования органа охраны, который надзирает за производством работ. Ничего меняться с точки зрения охраны памятника не будет. А вот у нас так в Саратове было, что не нравился внешний цирк многим, что он серый, угрюмый, там окна похожие на пластиковые. Вот вам нравится? Честно, я тоже цветовой гаммой фасады не очень доволен. Я думаю, что мы в рамках корректировки проекта посмотрим, как это изменить. Но это надо опять согласовывать с органом охраны, потому что памятник. И тот цвет, который сегодня у него есть, это тот цвет исторический. Но мы попробуем поработать с органом охраны и посмотреть, как все-таки может быть немножко колором, фасада сделать более приятным. Но опять это будет зависеть от органа охраны. Спасибо. А зашлите, пожалуйста, корректировка проекта, что-то каким-то дополнительным тратам, сколько еще будет? Вы знаете, мы сейчас на этот вопрос не ответим. Это будет вопрос после того, как будет проведена экспертиза, государственная экспертиза проекта. Государственная экспертиза проекта намечена в следующем году, где-то на март месяц. И вот такой вопрос. Ходили слухи о том, что придется реконструировать, купол, то изменять. Я не могу это подтвердить. Это подтвердить, Вадим? Да. То есть изменение купол. Пока таких у нас показаний к работе нет по замене купола. По замене купола нет.